Время 7 утра, а здесь уже играет музыка, куча народу, движняк, потому что сейчас через 20 минут, через 30 я отплываю в Уругвай. Уругвай считается вообще европейской такой страной в Латинской Америке, и посмотрим, насколько она европейская. Под этим подразумевается безопасность, цены там и прочее. Вот здесь такая очередь огромная на чек-ин с помощью, а вот там автоматы, в которых вообще никого нет, и чек-ин проходит за полторы минуты примерно. Я не понимаю, почему люди пользуются вот такой мануальной типа чекинизацией и стоят в очереди полчаса, когда можно просто подойти, нажать пять кнопок и получить свои те же самые посадочные билеты. Да, кстати, по приезде в Уругвай вас ожидает сюрприз. Вот мои посадочные, а вот на таком полуржавом корыце мы поплывем. Прекрасно выглядит Атлантический экспресс, вау! Вот такой вот модерновый зал ожидания в порту, в порте, в порту Буэнос-Айреса. Тут так же, как в Европе различаются порты у разных компаний, у разных перевозчиков, это колония экспресс. Выглядит все вообще по-новому. Очень новенькое, прикольное, приятное. Есть кафе, где посидеть. Да, порт колонии экспресс Буэнос-Айреса меня по-настоящему удивил. Я ходил несколько раз большими паромами в Европе, и хочу сказать, что этот терминал в столице Аргентины не уступает европейским. А многие даже и превосходят. Что ж, бахнули кофейку с медиалунусом, кстати, так здесь называют круассаны, и пошли на посадку. Здесь всего час между колонией и Буэнос-Айресом. Колония – это город, ближайший в Уругвайе, на той стороне. Тут просто переплыть пролив, и все, и вы в Уругвайе. Народу просто дофига. Я не знаю, это аргентинцы или уругвайцы возвращаются. Сегодня воскресенье, может быть, поэтому... Пожалуйста, магазик. Может быть, даже это Тьютифри. Ну, такие прекрасные места. Корабль. В принципе, народ расселся по всему большому парому. Вся та толпа, которая была вначале, вот, в принципе, сидит не так уж и много народу. Офигенный ветер снаружи качает достаточно сильно. И я там уже вижу землю. Я пытался вам сказать на видео, что вижу землю. Через 15 минут мы должны уже прийти туда. Ну, а пока не пришли, можно прогуляться по парому. Этот паром не такой роскошный, как некоторые европейские. В нем нет казино или спа. Но зато есть самый настоящий Дьютифри. Смотрите, какие прикольные карандаши, которых сразу по три цвета. Якобы вот так вот можно рисовать классно. Здесь вот фломастеры по стеклу и по всем поверхностям. Но больше всего меня поразило вот это. Это фломастеры, которые рисуют металлическим таким серебряным цветом, а вокруг них такой вот зеленый, синий, либо розовый. Вау. Впрочем, эти фломастеры – это самое интересное в этом небольшом Дьютифри магазинчике. А в остальном – это, конечно, совсем неполноценный Дьютик. Тем временем мы уже близки к Уругваю, качка и ветер уменьшились, и народ высыпал на палубу посмотреть, что там вокруг. Пассажирская лодка, которая раскрашена как военная с интересным названием. Вот на таком прекрасном автобусе теперь мы поедем от колонии в Уругваю до города Монте-Видео. Смотрите, ничего не напоминает автобус. Я в прошлый раз ехал внизу, там были раскладывающиеся места, а сейчас я буду наверху. Здесь есть толчок, здесь есть кондиционер. Я не знаю, почему в отзывах писали, что плохие автобусы, прикольные вроде автобусы, нормальный такой. Мы еще не тронулись, а Геля уже ест. Пол басочка. Зел. Хлебушек из патарни. Помидорки еще есть. Я яйца только не варила. А курочку гриль с собой? Помните, я обещал вам сюрприз, что я приеду в Уругвай, и здесь будет сюрприз. Та-дам! Это Геля. Спрашивали, где Геля. А вот Геля. Как ты здесь оказалась, Геля? Чтобы приехала. Короче, Геля, сюда ты не особо хотела ехать, и в другие страны не хочет ехать. Но у нас здесь есть дело, о котором завтра. Мы уже едем километр 3, и здесь все время по бокам от трассы Пальмы вот эти. Дорога просто прямейшая, как ствол какой-то корабельной сосны. И вот мы так едем уже километров сто. Еще примерно столько же, и будет Монте Видео. Или Монте Видео, как кому больше нравится. Ну, как же без этого? Обзор туалета от Колония Экспресс. Смотрите, какой просто космос. Вау, чистота. Невероятная. Чтобы не было скучно в пути, всякие вопросы задаются. Уже 79-й. Вот это Хуерта или Гуерта? Гуерта, наверное. О, Хуерта. Правильно. Уже несколько километров едем, и просто вдоль трассы стоят люди то тут, то там. Вот здесь вот на траве, с той стороны на обочине, на мостах. Еще стоят, кого ждут. Я вообще не втыкаю. Оказывается, в этот день в Монте Видео проводился какой-то марафон, и, к сожалению, эти толпы местных встречали отнюдь не нас, а бежавших спортсменов. Ну, а мы тем временем въехали в сам город, столицу Уругвая, Монте Видео. Как и в Чили, здесь чувачок моет вот окна, стекла машины за деньги, наверное. Да. Что ж, полтора часа на катере, плюс почти три часа на автобусе, и мы из Буэнос-Айреса добрались до Монте Видео, столицы Уругвая. Как тебе здесь? Ну, пока что очень похоже на Аргентина, но мы ехали по такой красивой дороге, мимо полей, деревень. И мне показалось, что Уругвай как будто бы чуть более цивилизован. Сложно спорить насчет цивилизованности, потому что я посмотрел здесь стоимость общественного транспорта. Почти 100 рублей за одну поездку на автобусе. Есть разные тарифы от 70 до 100 рублей. Ну, камон. В Аргентине 10 рублей стоит, а в автобус можно ехать час, независимо от расстояния. Ну, вот здесь такой вот вокзальчик. Такой вокзал европейский, конечно. Смотрите, миленькие, жёлчки. Итак, цены в Уругвай, по крайней мере на вокзале, достаточно европейские. Вот такой вот стакан капучино. Я просил маленький, мне налили здесь пол-литра, как обычно. Такой стакан капучино стоит 325 рублей в пересчёте на наше. 160 уругвайских песо. И в Аргентине точно такой же капучино можно было бы взять, ну, в два раза дешевле точно. Рублей за 160 спокойно вообще. В среднем 120-130, я думаю, если в таких торговых центрах, на вокзалах, посмотрим, будет ли так по ценам и дальше. Говно. Отвратительный кофе, к слову сказать. Просто полнейшее вообще. Помои какие-то заварили. Суп. Местный шик иметь двое часов. Чисто местные в яйке. Ну, ладно. Мы всё-таки не обзор на вокзал делать приехали, правильно? Поэтому пойдёмте погуляем и посмотрим, чем же примечательна столица Уругвая. Судя по чёрному дыму, который вот там идёт, видимо, папу не выбрали. На такси здесь такие же надписи Libre, если он свободен. Но здесь такси, во-первых, белого цвета, а во-вторых, вот сверху какой-то на этой штанге то ли фонарик, то ли что, непонятно, то ли камера на всех тачках такси. Не знаю, пока не возбуждает меня Монте-Видео. Немножко португальского стайла. Бразилия была португальской, Уругвай не был. Но португальские таблички я встречаю то тут, то там. В Чили тоже было, кстати. Мне, как обычно, чрезвычайно просто везёт на пустые улицы и закрытое всё вокруг. Например, Монте-Видео. Практически центр. Окей, пока ещё не совсем центр. Смотрите, какая прекрасная табличка. Но в Гугле уже вот эта область начала рисоваться оранжевым цветом, а это значит, что этот район, по мнению Гугла, популярный. И обычно, когда оранжевым цветом какие-то локации отмечены на картах, туда есть смысл идти. Там будут какие-то заведения, народ, движухи и так далее. Никаких заведений, народа, движухи и так далее. Я везунчик. Что лично мне сразу бросилось в глаза, когда мы приехали в Монте-Видео? Это огромное количество камер здесь. На вокзале камеры по городу, камеры в транспорте, камеры в кафе, банкоматы. Даже здесь на нас смотрит камера. Камеры на перекрестках. Вау, она крутится. Вы видели, она сейчас повернулась в ту сторону. Офигеть. Тоже, кстати, народ ходит, пьет мате. Я пока не пойму, это аргентинцы или это здесь тоже в Уругвай распространен мате. Ты как думаешь? Я не видела вообще. Куда ты смотрел? Вот сейчас. Сейчас чувак прошел, у него... Мне нужно больше данных, чтобы вынести вердикт. Пока что очень похоже в целом по архитектуре на Аргентину. Такой помогатель. Такие прекрасные улицы с кучей зелени. Такое мне нравится. В принципе, симпатично. Я ни разу не был в самых бедных странах Африки, но я осмотрел фотографии оттуда, и они очень похожи вот на, например, такие рисунки. Типа таких. Что там такое? Такие, знаете, рисунки, которые позволяют сэкономить на типографии настоящей или на малярах, которые будут это раскрашивать по-профессиональному. В Африке таким очень часто занимаются. Такой вот жесткий здесь в прямом переносном смысле слово фудтрак, который уже пытались взломать. Смотрите, не смогли. Интересно, там есть еда еще? Вон еще один. Зевс. Гамбургер. На вот этом замечательном ларьке написано автосервис. Но он нифига не авто, потому что, чтобы мне получить сервис, мне нужно как-то туда зайти. Шесть человек уже почти мы встретили за нашу 20-минутную прогулку, которые шли. В одной руке у них колобас, а в другой руке термос. И колобас просто доверху наполненный, даже с горкой. Матэ. Да уж. Матэ здесь в Уругвайе невероятно уважают. Я думал, аргентинцы самые большие любители матэ. Но нет. Уругвайцы любят матэя еще больше и пьют его постоянно. Мне аж самому захотелось. Жаль, матэ нельзя заказать в ресторане или кафе. Ну а мы тем временем продолжаем нашу прогулку. Такие прекрасные сквоты прямо в центре города. Я не пойму, это заброшка или не заброшка. Так зловеще и загадочно одновременно выглядит подъезд. Но это точно не парадное, это подъезд. И я, значит, спросил сейчас, подхожу к одному, говорю, объясни мне, почему здесь что, популярно матэ? Он говорит, да, в Уругвай очень популярен. Я говорю, а у нас в Аргентине тоже популярен в Матэ. Он говорит, да, но здесь другой. Я у него попросил сказать, сорт какой здесь другой и думаю его купить, попробовать. Может быть, он реально другой. Но здесь его насыпают прям с горкой, прям дофига. Вот такие вот прекрасные места, где можно сделать педикюр, маникюр и депиляцию. Продают на рынке какой-то гниль, гнилые бананы, гнилая папайя, гнилые персики, гнилые груши. Понятно, почему все гнилое здесь. Ну, какой есть, может быть, супер дешево. Ну, все просто, все вокруг ходят с матэ. Я без. Мне даже как-то немного грустно. А еще здесь мало кто ходит с рюкзаком спереди. Поэтому я палюсь, что я не местный. Генгелия местная. Понятия не имею, в честь чего шествия, но они идут медленно, но верно. медленно. Музыка. Музыка. Смотрите, обнаружена Жигуль, русская тачка, вау! Это Лада Самара, восьмерка. Это Уругвай, детка. Остатки, вероятно, былой роскоши. Бассейн такой с какой-то посередине прям башней. Для чего эта башня? Кто-нибудь знает? Там окошки даже какие-то есть. Явно не будут прыгать в эту маленькую посудину. Не могу понять. Смотрите, вот какая красота, когда здания не исписаны никаким говеном граффити, как в Чили. Ну ладно, здесь исписано на этой стороне. В Латинской Америке с чаями беда. Здесь чаи не очень котируют. И если какие-нибудь вот такие непонятные, ну честно говоря, говно чаи мы пробовали, вообще ноунеймы стоят там по 150 рублей, по 220 рублей за пачку, то Твинингс стоит 700 рублей практически, 700-640 рублей, это просто трэш. За 10 пакетиков это по 70 рублей, за один пакетик 70 рублей. Это крэйзи просто, просто крэйзи. Здесь в Уругвай все в два раза дороже, чем в Аргентине примерно, но в Аргентине Твинингс тоже супер дорогой. Вы когда-нибудь видели кока-колу в стекле? Геля обнаружила здесь, покажи. Я хочу подержать ее в руках. Во-первых, это полторашка, да? Это полторашка, вот типа, это стекло. А вот это, это что? А, нет, это пластик, наверное, да? Просто он тоже, как это, перерабатываемый. Короче, это бутылки, которые нужно возвращать. Я не знаю, куда возвращать, но Returnable они в них снова разливают. Может быть, из них пили уже какие-то бомжи, а сейчас будем пить мы. Мы не будем пить, потому что я банки люблю. Ну и уж дезинфицируют. Ну, наверное, да. Решили сэкономить, зашли в магаз посмотреть, какая здесь еда есть. И что-то бургеры совсем не внушают доверие. Вот такой, например, за 300 рублей, больше 350. А салаты? Решили, что не надо. Салаты. Тоже какие-то такие, да? Не свежие салаты. По 200 рублей вот за такую банку. Вот две таких бутылки воды двухлитровых и одна банка колы обычная. Все вместе на 230 рублей. Наверное, это так же, как в России, наверное, сейчас. Но я привык к ценам Аргентины, и там все это было бы вот ровно в два раза дешевле. Короче, здесь цены в два раза выше. Внезапно вот здесь, на улицах между чистым аргентинским домом и бетонной коробкой, и вот той красивой церковью, оказался вот такой какой-то модный новомодный дом. Прямо стоящий за памятником. Такого же, кстати, цвета. Вот интересно, балконы снизу, они дешевле, чем балконы наверху? Или дороже? Потому что снизу балкон хоть и большой, но там соседи. А сверху ваш балкон может быть один. А вот это, вот этого чувачка я видел в... Не только, по-моему, в Риме он стоит в музее или где-то, но и в музее в Чили. Башка его была. Такой прекрасный фонтан цвета Тиффани. Мой любимый цвет просто. Изумрудный бирюзовый. Вау! Не хватает пары ВДВшников купающихся. Девушки и девочки, женщины, приезжайте в Уругвай в Монте Видео со своими прокладками, потому что цены просто в аптеке ошалевшие. Я купила пачку самых обычных. 79 уругвайских песо, что равняется примерно 160 рублям. Это, по-моему, too much. Самый клёвый always, только стоит в России. Первые впечатления от Монте Видео такие, что это достаточно европейский город. Действительно, что-то среднее между, ну вот, 30% Буэнос-Айреса, 30% какого-нибудь небольшого города в Италии, типа Флоренции, может быть. Что-то итальянское такое, римское, может быть. И остальные 40%, ну, скорее всего, своего. Ну да, это чистая Аргентина. Чисто аргентинское здание. А вот это, вот это просто коробка. Ярко там, непонятно откуда привезли её. И здесь довольно чисто. Я бы не сказал, что прям убрано, но не грязно здесь. Здесь классная растительность. В плане вот деревья, пожалуйста, по сравнению с Чили, это кайфово. Здесь много участков тени, несмотря на то, что сейчас солнце. Ну, сейчас и погода нормальная, не так жарко, но всё равно солнце светит, печёт. Но в тени вообще с кайфом. Я чувствую себя здесь безопасно достаточно. Может быть это потому, что сейчас день. Может быть потому, что это сейчас не такие уж какие-то отдаления. Может быть потому, что это сейчас близко к центру. Я не знаю почему. Сейчас выходной, вот всё закрыто, пожалуйста. Камера, кстати, опять висит. Всё закрыто, но я чувствую себя безопасно. Вот интересно, такого не было в Мендозе, например. Такого не было в Чили, тем более. Здесь прикольно. Здесь супер дорого в магазинах. Ну, по крайней мере, я отвык просто от цен, которые, видимо, здесь нормальные. в другой Латинской Америке, помимо Аргентины. Вот, я привык к аргентинским ценам. Так вот, здесь всё гораздо дороже. Здесь не так уж и много решёток на дверях. Ну вот, что это? Это просто какая-то пукалка по сравнению с теми решётками, которые ставят в Бразилии, в Чили или в Буэнос-Айресе. О, вернулось. Добро всегда найдёт своего хозяина. Нет, кстати, вот, пожалуйста, есть решётки на окнах. Вау, смотрите, магаз, где можно купить всякие полицейские штучки. La Casa del Policia, дом полиции. Можно купить такие вот перцовые спреи, электрошокер, даже револьвер. Это, видимо, новый Айкос какой-то. Всё, можно оплатить по карте. Вау. Даже такую штуку... Вот я не думаю, что полицейские пользуются такими кинжалами. Ну что, добрались мы до нашего заведения на эту ночь. Здесь должна начать играть музычка. Геля, давай тут. Чё! Здравствуйте! 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 Сейчас посмотрим, что там внутри у нас, в комнате. У меня песня сразу выключилась в голове. Нормально. В общем-то, неплохо. Кандей есть, есть вентилятор. Все есть, телефон есть, можно звонить. И пустой мини-бар. Вообще с кайфом. На одну ночь. Видончик. Что в толчке? Ну, какая прекрасная кабина. Вот это мне особенно нравится. С чем ходит по улице Геля? С чем ходит по улице Леха? Сравнил пукалку с моей волыной. Ну, ты поставь, сравни. Ну и что это такое? Вы сами понимаете, да? То здесь. С волыной. Как ест Геля? Вот такая шава двойная. Как ест Леха? Просто поридж какой-то. Это отличный. Вот в этой кафешке, в шаверме, перед тем, как ты заказываешь шаву, тебе дают такой листочек, в котором ты отмечаешь, какие ингредиенты тебе положит мясо. Курица, либо мясо, либо микс. И овощи. Лук, там, томаты. Удобно звучит, но Геля заполняла не тот листочек, и нам принесли вообще левую просто шаву. Учитывая то, что здесь всего два посетителя, ну, мы два, не тот чел. Возможно, он ест Геля на шаву, а Геля съела его. Шаверма, кстати, говнище полная. Самая ужасная питерская шаверма лучше этой примерно пять раз. Она стоит 320 песо, это 640 рублей, 650. Зажала 650 рублей в Уругвай. Вот это просто гениальная вещь. Вы закрываете, толкаете, и вы куда его толкать?